МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Анна Соловей. Коротко о главном к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель горосполкома Андрей Хмель провел единый день информирования на табачной фабрике Неман. Новое руководство, новые задачи. Мария Боровик назначена главным врачом Гродницкой центральной стоматологической поликлиники. 73 нарушения и почти 37 тысяч рублей доначислено в бюджет по результатам налоговых проверок. Увидеть дракона и загадать желание испытать ловца снов или раскрыть секрет снеговика. Лучшие тех на елке поедут на республиканский конкурс в Минск. Бесплатное обучение, стипендия, гарантированное рабочее место. 12 водителей троллейбусов в этом году трудоустроились при помощи управления по труду, занятости и социальной защите. Глава Гродно Андрей Хмель провел единый день информирования на табачной фабрике Неман. Основная тема встречи – экономическая безопасность. Ключевое условие устойчивого развития белорусского государства. Речь шла и о экономике города в частности. За последний год в областном центре особое внимание уделили текущему ремонту и кровли жилых многоквартирных домов, отметил председатель горосполкома. В 2024 году этот вопрос будет практически решен. В порядок приводят также дорожное полотно. В большей степени центральные улицы города. Дворовой ремонт тоже идет в соответствии с планом. Помимо этого в Гродно продолжают стремительно развивать социальную инфраструктуру. Недавно запустили движение на новом участке дороги, который связал Южный и Грандичи. А в Ольшанке работу начала новая – поликлиника номер 8. Все это говорит об устойчивом уровне экономики. На уже традиционных встречах с коллективами представители власти рассказывают о планах развития города и новых проектов. Главная цель – открытый диалог власти и горожан. Конечно, люди всегда при встречах в коллективах открыто говорят то, о чем бы хотелось. Тот же проект «Набережная» действительно приняло участие достаточное количество людей. Есть интересные предложения, наработки. Но, допустим, реконструкция того же бассейна «Лазурный» под центр водного отдыха для детей – это тоже чаяние людей. И зачастую мы эти предложения слышим, мы их обсуждаем. И действительно, если они стоящие, если у нас есть возможность их реализовать, мы реализовываем. Вторая часть диалога с коллективом была посвящена вопросам, которые интересуют самих граждан. Как правило, это строительство жилищного фонда, развитие транспортного сообщения в городе, темы ЖКХ и здравоохранения. Мария Боровик назначена главным врачом Гродницкой центральной стоматологической поликлиники. Нового руководителя представил коллективу руководитель города Андрей Хмель. Сфера не новая. На протяжении трех лет Мария Боровик работала в должности заведующего филиалом детской стоматологии. Затем временно возглавляла центральную городскую стоматологию. За несколько месяцев познакомилась с коллективом и определила стратегию развития учреждения. Говорит, это назначение для нее не только определенный рост, но и большая ответственность. У нас достаточно грамотный и дружный коллектив, который владеет хорошими практическими навыками и хорошими теоретическими знаниями для того, чтобы двигать стоматологическую отрасль, нашу стоматологию в правильном направлении. И я думаю, что коллектив окажет мне достаточно хорошую поддержку, я на них очень надеюсь, для того, чтобы доступность и качество стоматологической помощи населению нашего города было на хорошем уровне, не ниже республиканского. Именно такую задачу ставит перед коллективом стоматологической поликлиники Андрей Хмель. И очередное кадровое назначение придаст новый импульс развитию важного направления в системе здравоохранения города. Ставка на молодых специалистов. Кроме того, важно обеспечить областной центр современным оборудованием и материалами. А еще в Гродно думают о расширении спектра стоматологических услуг. В перспективе, конечно, хотелось бы в городе видеть новый стоматологический центр. Такие планы есть. Сегодня прорабатываются вопросы финансирования данного объекта. И я думаю, что наши горожане тоже через определенное время получат очередной подарок. И это будет большой шаг, серьезный, опять же, в качестве наказания стоматологических услуг. Ну, конечно, в оперативности, да. Потому что это тоже важно, чтобы человек вовремя, в нужный момент и на хорошем уровне получил эти услуги. 36,9 тысяч белорусских рублей доначислено в бюджет по результатам налоговых проверок. Всего за этот год выявлено 73 нарушения среди плательщиков. На данный момент в Гродно единый налог выплачивают порядка 6,5 тысяч физических лиц. Сумма на 1 ноября 2023 года составила 2,4 миллиона рублей. Во время контрольных проверок внимание сотрудников инспекции привлек безработный гродненец. Он регулярно публиковал в интернете рекламу о продаже широкого ассортимента иностранных алкогольных напитков, бытовой химии и продуктов питания. После осмотра его квартиры эти вещи были изъяты, а также конфискованы кондитерские изделия, предметы личной гигиены и кофе. Все это было на продажу. Всего конфисковано 983 товара на сумму 15,4 тысячи рублей. Также размер полученного дохода от незаконной предпринимательской деятельности составил 8,5 тысяч рублей. Постановлением экономического суда Гродненской области нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией изъятого товара, а также части незаконно полученного дохода. Кроме того, нарушителю предъявлен к уплате единый налог в сумме 2,7 тысячи рублей, который уплачен бюджет в полном объеме. Всего по результатам проверок за 10 месяцев было арестовано товаров и незаконно полученного дохода на общую сумму более 183 тысяч рублей. По решению суда в доход государства обратили порядка 153 тысяч, и граждане были привлечены к административной ответственности. Они заплатили штрафы на общую сумму в 13,6 тысяч рублей. Обмен опытом и новые знакомства в Гродно прошло офицерское собрание сотрудников городских и районных подразделений МЧС с участием заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Солоновича. Повестка дня повышения общей и профессиональной культуры спасателей. Формат офицерского собрания снова входит в моду и становится гарантом признания в профессии. Каждый работник МЧС стремится заслуженно получить офицерские погоны и перейти на новую карьерную ступень. Я вот и поделился своими знаниями и мыслями, ну так как, наверное, служу больше всех, кто в этом зале сидит, и читал про офицерские собрания, участвовал в них, организовывал их. Они родились в армии еще царской, российской, как потребность офицеров проводить вместе свободное время от службы в своем кругу. На встречу собрались более 280 работников спасательного ведомства со всей области, чтобы узнать о наиболее важных профессиональных инфоповодах, поделиться мыслями и получить важные наставления от руководителя структуры. Такие собрания позволяют коллегам обвиняться опытом, а кроме того, это прекрасная возможность отметить лучших спасателей, на счету которых не одна спасенная жизнь. Награждение государственными наградами, медалями за безупречную службу президента Республики Беларусь, ну а также лучших работников наградить заместитель министра по чрезвычайным ситуациям полковник внутренней службы Солонович Сергей Адамович. Лиц, отличившихся в выполнении своего боевого долга, своих должностных обязанностей, показавших высокую эффективность при их выполнении. В этот день наград и благодарности удостоились 12 самых преданных своему делу профессионалов, которые готовы каждый день идти на подвиг. Хотел бы отметить то, что собрание офицеров это достаточно ответственное мероприятие, и так как я на сегодняшний день хочу подметить, не являюсь офицером, но в последующем обязательным стану, так как получаю высшее образование параллельно своей служебной деятельности. Мне очень почетно получить награду из рук заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. И я горд тем, что работаю во благо данной профессии. Главное, чтобы было желание, проверенный рабочий способ уже есть. Управление по труду, занятости, социальной защите Гродненского горосполкома продолжает трудоустраивать безработных граждан, предоставляет бесплатное обучение, выплачивает стипендию и гарантирует рабочее место. К примеру, с начала года 12 водителей троллейбусов получили профессию и уже курсируют по маршрутам города. Набрана новая группа. Теорию преподают сотрудники учреждений образования, практику, опытные водители. Как найти стабильный заработок или что делать, если хочешь сменить работу, но не знаешь как, расскажет Вероника Цыганок. Сейчас детей подрастим тоже сюда. Шутки шутками, а Дмитрий Латушкин уже и вправду думает, что кроме него и супруги водить троллейбусы в семье будут все. Зарплата больше полутора тысяч, полный соцпакет и главная стабильность. Раньше работал на стройке, почти 20 лет строителем. Ну, как бы, решил поменять профессию, так как давно хотел уже устроиться либо в автобусный парк, либо в троллейбусный. Ну вот, пришел в троллейбусный. В прошлой группе у меня супруга отучилась тоже, работает сейчас в троллейбусном управлении. Ну, династия, скажем так. И супруга, и сам Дмитрий устроились в автобусный парк Гродно водителями троллейбусов после четырехмесячного профобучения. Кадры по заказу нанимателя готовит управление по труду занятости и соцзащите. Сотрудничеству уже 6 лет. Нигде не обучают, ни в каком университете, в училище не обучают на водителя троллейбуса. Поэтому мы будем продолжать работать с центром занятости в этом плане и обучать водителей троллейбуса. Город нас расстраивается. Ольшанка, Грандичи, Грандичи еще, конечно, заселены очень мало. Но, наверное, в последующем, когда мы будем получать в дальнейшем новые троллейбусы, наверное, что-то будет открываться и там новые маршруты будут ездить. Новые маршруты и транспортные средства, уход сотрудников на пенсию, кадры в автобусном парке требуются всегда. На сегодняшний день несколько десятков вакантных мест водителей троллейбуса. Обучение предлагают бесплатно. А к тому же платят ежемесячную стипендию. 12 человек в этом году уже получили профессию и трудоустроены. В процессе новая группа. Езжу на общественном транспорте, получается, и там по громкоговорителю объявляли, что требуются водители. Вот и решил попробовать себя в сфере водителя троллейбуса. Ну, занятия начинаются в 8.30 и до 4.30. Теория. Иногда ездим в троллейбусный парк, там нам более наглядно показывают. Ну, и надеюсь, буду хорошим водителем. Надеюсь, не буду слышать, граждан, какой я плохой водитель. 58% от общего количества вакансий сегодня на рынке труда в Гродно это специальности рабочих профессий. Управлений по труду, занятости и соцзащите предлагают безработным бесплатное обучение. Повар-кондитер насчитывается 148 вакансий на сегодняшний день. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 96 вакансий. А также парикмахер, продавец. И всем этим вакансиям и всем этим профессиям мы можем обучить с предоставлением бесплатно, с предоставлением соответствующего аттестата об обучении. Найти стабильный заработок или сменить нелюбимую профессию и обучиться новой могут помочь в управлении по труду, занятости, социальной защите Гродненского горосполкома. Обратиться можно по адресу Дзержинского, 3. Рынка Цыганок, Андрей Шаповалов, Новости Гродно+. Увидеть дракона, загадать желание, испытать ловца снов или раскрыть секрет снеговика. Более 250 новогодних экспонатов представили в Гродненском областном центре технического творчества. Здесь елки не просто украшают выставочный зал. Они танцуют, поют и заряжают атмосферы приближающегося праздника. Все эти уникальные предметы создали школьники и учащиеся колледжи и лицеев региона. Работы представлены в 10 номинациях, таких как дизайн елка, хай-тек елка или символ 2024 года. Главная задумка конкурса вовлечь детей и молодежь в инновационное научно-техническое творчество, развить их таланты, помочь самореализоваться и дать шанс перенести на практику свои идеи в создании самой уникальной новогодней елки. Технологичность данных экспонатов тоже бьет рекорды по своим направлениям. То есть, это и исполнение на 3D-принтерах, это исполнение на ЧПУ-станках, это новые какие-то стили и направления, которые учащиеся зачастую сами придумывают на базе объединений по интересам вместе со своими педагогами. и вносят свои какие-то предложения рациональные. При оценке работ учитывать будут интересные решения конкурсантов, применение новых технологических материалов, сложность исполнения, практичность, надежность, безопасность конструкции и оригинальность замысла. Лучшие модели победителя областного этапа конкурса «Техно-елка» в конце ноября отправятся на республиканский конкурс в Минске. Напомним, он проводится в Беларуси с 2016 года. Захватывающий сюжет «Житейских страстей» с непредсказуемым финалом. Уморительная пьеса, в которой зрителям предлагается расслабиться и посмеяться от души. Лишь в финале маленькая грусть возникнет в душе у каждого, но ведь на то и существует театр. А уж заряд бодрости, веселья и хорошего настроения будет обеспечен. Не пропустите спектакль «Я тебя никому не отдам» 20 ноября на сцене драм-театра. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин